С днём рождения числа Пи. Давайте поаплодируем сами себе. Начинает урок не с теоремы уравнений, а с поздравления. Наталья Мещенко, математик со стажем, считает международный день числа математической константы Пи небольшим, но праздником. Для всех, кто связал свою жизнь с точными науками. День этот отмечает с семьёй по-своему. Мы по-другому немножко в семье отмечаем. Мы с числом Пи катаемся. Так случилось, что у моего сына номер машины 3-14. Поэтому первый, когда он пришёл, получив её, какой у вас номер? Что далее? Он говорит, число Пи. У числа Пи есть не только день, но и конкретное время празднования. Ночью в 1 час 59 минут 26 секунд. И все эти цифры совпадают с первыми разрядами числа после запятой. Идея сделать 14 марта праздником принадлежит физику из Сан-Франциско Ларри Шоу. А один композитор присвоил клавишам фортепиано цифры бесконечной непериодической дроби. И потом сыграл. Так появилась мелодия числа Пи. Перед нами такая прямая палочка. Может ли она пройти через изогнутое отверстие? Ну, с первого взгляда кажется, что нет. На самом деле она очень легко проходит, потому что тут всё математически просчитано. В этот день родился создатель теории относительности. В Музее занимательных наук Эйнштейна в честь этого устраивают интерактивные экскурсии для посетителей. Сотрудники, приверженцы точности во всём, не связывают совпадения с мистикой. Ну, конечно, это немножечко из области мистицизма, но я думаю, наверное, в этом есть какая-то закономерность. То, что настолько уникальный человек, просто своими способностями, выходящий за грани возможного, родился именно в этот день. Потому что цифра действительно какая-то мистическая, особенная. Этот праздник любят не только математики, но и кулинары. В этот день принято печь пирог, причём украшают его вот такими вот трафаретами с инициалом этого числа. Екатерина Валерьевна, скажите, пожалуйста, из чего ваш сегодняшний пирог, но он больше похож даже на торт, он такой красивый и большой. Здесь основа бисквитного торта, бисквита. Бисквит идёт основной. Смазываем мы его масляным кремом с добавлением пищевых красителей и глазурью. На приготовление ушло больше пяти часов. Секрет технологии кулинары не раскрывают, но с удовольствием показывают, как украсить. Мы укладываем трафарет слегка под углом, укладываем на глазурь. Глазурь у нас застыла, она не прилипнет к трафарету. После этого мы используем... Можно это попробовать, да? Конечно. И вот сюда, вот по трафарету. Даже если у вас на бумагу немножко попадает, ничего страшного, мы потом трафарет снимаем с двух сторон автоматически. Много надо или нет? Полностью, чтобы у вас полностью буква П была сделана. В России в этот день играют в игры, которые начинаются на слог Пи. Решают головоломки и загадки. А ещё принято водить хороводы или ходить пешком по круглым площадям и помещениям. На удачу в делах. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов, 24.